Команда русского экстрима отправляется в Дубае, в город дорогих лимузинов, роскошных отелей, россыпей золота и дорогих удовольствий. Популярному певцу предстоит покорить новую автотрассу на профессиональном болиде российского производства. Путешествия отправляются. Юрий Ким, организатор гонок русской формулы, обожает скорость и спортивные автомобили. Альберт Наполов, пилот-инструктор мастер спорта по автогонкам. Андрей Губин, певец-композитор и страстный автолюбитель. Будь со мной, уходи и постарайся понять, тебя на пути хочу навек потерять. Любовь только в миг, последний капле дождя, и я этот миг хочу прожить без тебя. Губи и Синбэк! Обучение водителя любой категории начинается с теоретической подготовки и знакомства с автомобилем. Пилоты формулы по-русски не исключение. Немножко я растерян. Сидеть очень неудобно. Ремни держат очень крепко. Шевелиться нельзя. Сделано все очень функционально. Но, в принципе, с другой стороны, для мужчин много ли надо? Я считаю, что это нормально. В профессиональном болиде нет ничего лишнего. Но многих привычных для автолюбителя вещей здесь явно не хватает. Ну, не толы нету ничего, потерпим немножко. Будем певать про себя. Танцы, 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 танцуй, девчонка, а парни пусть постоят в сторонке. И в каждой ноте движение делаю. Танцуйте, ведь этого тоже хотела. Вот эта кнопка зажигаем, как у меня. Вот эта вот причина. Здесь базовый у нас находится. Шикарная кнопка тоже не... Я так крепко пристегнул, что до кнопки пожар-тушинь дотянуться не так просто. Ну, возможно. Вот она здесь находится, и потом ее нужно пальчик совать. Сейчас предупредили, что нажимать не надо, иначе мы все под душем откатимся. Я сейчас сяду, поеду, там что, Шумахер? Кто это вообще? Я не знаю. Карьера пилота класса формулы обычно начинается с картинг-клуба. Потом следуют долгие годы подготовки к гонкам на Болизе. Андрею Губину предстоит получить основные навыки всего за несколько дней. Конечно, много информации сейчас для него, и все он сразу не переварит. Сейчас как бы сделали вступительную такую лекцию, а уже дальше на трассе будем ближе, когда нам надо будет ездить, уже будем работать. Самый экстремальный поступок в моей жизни связан, кстати, с автомобилями, я считаю. Потому что это было однажды ночью в Москве. Это у меня свидетели. Мы ехали по Тверской вниз, ну, достаточно большой скоростью, ну, было 4 часа утра. Мы соревновались там с одним человеком, и я входил в поворот, меня закрутило, и крутило, наверное, метров 80, как я потом посчитал. Вот. Это, наверное, был самый экстремальный поступок, потому что я понимал, что скорость достаточно большая, и можно убиться реально. После теории водители-новички выезжают практиковаться на городские трассы, а певец Андрей Губин сразу на автодром в Дубае. Спасибо русскому экстриму. Надеюсь, что благодаря столь экстремальной поездке я смогу писать более экстремальную музыку. Каждый композитор мечтает об этом. До встречи в Дубае. За 4 часа полета у певца появилось долгожданное время отдохнуть. С ними девушка красивая. С ними девушка красивая. No, no. No, 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 no. И даже подумать над новой песней. Роскошные, солнечные и романтичные Дубаи называют Парижем Персидского залива. Трудно поверить, что когда-то город-оазис был небольшой прибрежной деревней. Открытие нефтяных скважин в 1966 году превратило скромное поселение в огромный цветущий мегаполис с миллионом жителей. Никак не могу поверить, что вот это и есть Дубай. Те самые Дубаи, которые построены на нефти, на огромных деньгах. Все, по-моему, достаточно скромно. То ли они все на тачки потратили, ребята. В начале 21 века на Дубае обрушился настоящий строительный бум. Вскоре в Персидском заливе появится около 200 искусственных островов, вместе составляющих уменьшенную карту нашей планеты. Каждый остров будет копией какой-либо страны с ее достопримечательностями и архитектурой. Самый высокий отель в мире находится в Дубае. С его роскошью, захватывающий дух, сравнятся разве что владения султана Брунея. Интерьера здесь выполнена из баснословно дорогих природных материалов. Мебель изготовлена из редчайших пород дерева, а гобелены и мозаики сделаны вручную. Андрею Губину отель понравился. Продыхать шикарно. Чисто, красиво, ухоженно, дорого. Традиционное дубайское развлечение – верблюжьи бегают. Быстроногие одногорбые скакуны участвуют в забегах на длительной дистанции и при этом развивают скорость до 60 км в час. Призовой фонд в разгар сезона составляет миллион долларов, а в качестве подарков победителям вручаются золотые слитки и сабли, инкрустированные драгоценными каплями. Новая автотрасса – еще одна дорогая игрушка для богатых и миров. Андрей Губин и команда путешественников русского экстрима отправляются в гоночный клуб. Здесь, на специальной тренировочной базе для новичков, певец попытается освоить искусство управления гоночным автомобилем. А создатели болида выяснят, справится ли машина, сделанная в холодной России, с условиями жаркого пустынного дубайского климата. Тронулся, разогнался. Не надо пока передачу переключать, просто попробовать сцепление. Тронулся, остановился. Несколько раз попробуйте. Автомобиль класса «Формула» сильно отличается от обычной машины. Ни один, даже самый опытный водитель, не сможет без подготовки управлять болидом в условиях гоночной трассы. Но существует ряд приемов, которые помогут Андрею Губину освоиться в управлении болидом. Первый прием – разгон торможения. Это упражнение известно всем автомобилистам, но выполнить его на болиде гораздо сложнее, чем на обычной машине. Пыль в глаза летит. Раз. Второе. Останавливается, включая на нейтралку, да? Или можно прямо на скорости останавливаться? Нет. Такое на сцеплении остановилось, попробуй все. Обязательный момент. То есть машина как начинает разворачивать или улетаешь куда-то, обязательно выжим с сцеплением. Максимальная скорость, которую может развить российский болид – 250 км в час. Болида «Формулы-1» разгоняется до 360 км и выше. Но проблемы скоростей Андрея Губина сейчас совсем не волнует. Главная задача – справиться с управлением профессионального гоночного автомобиля. Это вообще не похоже на обыкновенную езду по городу. Я обнаружил, что стрелка тахометра у меня, если здесь у нас максимально может гореть, сколько, 11-10 лампочек. У меня всего горело две, а мне казалось, что я едну в сумасшедшей скорости. То есть, конечно, у страха глаза велики, во-первых. Потом, когда я почувствовал, что можно, оказывается, на ней ехать быстрее гораздо, стал крутить. Вот маленький. И поворот начинает, слышишь? Вот он на дугу пошел. Раз в год. Все торможения напрямую перед поворотом. Следующий этап подготовки гонщика – прохождение сложных участков трассы. Успех пилотирования болида на поворотах зависит прежде всего от правильной скорости и точной траектории. Но, похоже, пока Андрею Губину удается далеко не все. И неприятности поджидают начинающего гонщика на каждом повороте. Чуть-чуть пройдись. Можно, да? Ну, это настоящий экстрим. Хотя, может быть, есть вещи более экстремальные. Но мне, например, даже непонятно, как ездят эти ребята на скорости 300. Как на другой планете, ребят, честное слово. Вот просто попадаешь на другую планету. Потому что это совсем не то, что, как ты обычно едешь. Тут у тебя большое лобовое стекло. Ты со всех сторон защищен, едешь, как в какой-то крепости. Здесь ты в уткой лодочке и едешь по быстрой реке. Сейчас попробуем вот все-таки по этой вот прямой. Ага. Попробуешь разогнать машину. Разогнаться за 4 секунды до 100 километров в час. Для сравнения, знаменитый болид Феррари при весе 600 килограммов обладает мощностью в 650 лошадиных сил и разгоняется за 4 секунды до 300 километров. Так что нашим конструкторам есть куда стремиться. Тем временем у Андрея Губина появляются первые достижения. Вслед за своим инструктором Альбертом Наполовым он уверенно проходит сложные повороты. Альбертом Наполовым Альбертом Наполовым Полные штанные расстройства. Почему? Ну так. Недовольство собой. Я пока не расстраиваюсь. Сегодня сейчас посплю ночь, подумаю, обдумываю. Завтра, конечно, более сложный будет день. Нужно будет ездить уже непосредственно по трассе. Эх, пригласить бы сюда своих друзей, арендовать вот этот небольшой кораблик, музыкантов, поставить барабаны, песни, пляски, веселуха. Хорошо было бы. Вообще люблю отдыхать с друзьями. А с подругами как приятно отдыхать. Знали бы. После долгих и напряженных тренировок на трассе пришло время отдохнуть. А развлекаться и отдыхать в Дубаях любят и умеют. Дорого и со вкусом. На Дубайском ипподроме каждую весну проходит самое дорогое соревнование на планете Дубайский Кубок Мира. В состязаниях участвуют лучшие скакуны со всего света. А призовой фонд скачек составляет более 12 миллионов долларов. Хеллоу. О, улыбаются. Арабский рынок притягивает туристов своей экзотикой. Любителю необычных сценических нарядов Андрею Губину там было что примерить. Ну как я вам... Ну не знаю, араб не араб, но вообще как они с таким устройством ходят на голове, чтобы оно не свалилось, я лично не понимаю. Коммерческие ворки направо, коммерческие ворки налево. Везде золото, бриллианты. Объединенные Арабские Эмираты можно назвать золотой страной. Этот металл встречается здесь повсюду и продается по самой низкой цене в мире. О золотом рынке в Дубае слагают легенды. Там можно купить все, что угодно. Даже детскую пустышку из золота и бриллиантов. Золотая женщина. Потребление золота на душу населения в Эмиратах составляет в среднем 36 граммов ежегодно. Люди здесь настолько привыкли к этому металлу, что уже перестали считать его огромной ценностью. На фоне кричащей золотой роскоши убогие бараки, нищие дети и старики на улицах кажутся чем-то нереальным. Но социальные контрасты не стерты даже здесь, в стране нефти и золота. В Национальном музее Дубая Андрей Губин перенесется во времена, когда Эмират был крохотным поселением, а его жители занимались рыбной ловлей, выращиванием фиников и ловлей жемчуга. Да, не слишком-то баловали своих девчонок. Арабские шейхи несколько лет назад. Автодром Дубая Автодром Дубая Один из самых современных и сложных автотреков мира. Он был построен арабскими шейхами в 2004 году для соревнований Формулы-1. Конечно, когда ты летишь на такой лодочке, это тебе не на БМВ ехать. По Кутузовскому 200. Другая немножко схема. Другая. Последнее приготовление перед выездом на трассу. Механики тщательно готовят и проверяют болид, а инструкторы делают последнее напутствие начинающему кончику. Да, по трассе никогда нельзя ездить в другую сторону. Вот раз есть одно направление движения, всегда вылетел, развернулся, вроде, кажется, тут чуть-чуть, вот тут стоишь и разворачиваешься, едешь дальше по траектории. Хорошо? Нагитают, напугаем артиста. Сверив свой маршрут с картой, Андрей Губин отправляется на обязательное для каждого пилота медицинское обследование. Сердце с другой стороны. Здорово, как бы! Страшно, а ехать надо. Цель первого заезда привыкнуть к новой сложной трассе, по которой совсем недавно ездили болиды великих гонщиков Формулы-1. Андрею Губину нужно справиться с естественным страхом перед высокой скоростью и показать все, чему удалось научиться в Москве и во время тренировок. Присутствие болида Альберта Наполова придает Андрею уверенность, а также создает необходимый эффект гонки и соперничества. Андрей уже немножко отходился с машиной. Сейчас Альберт пытается его водить у себя на хвосте для того, чтобы показать, ну, так скажем, новому молодому начинающему гонщику правильные траектории, правильные скорости прохождения. Формула – это борьба на пределе возможностей и пилота, и болида. Температура тормозных дисков на автомобиле во время гонки достигает 300 градусов. Самое страшное, чего мы боялись, это то, что машина будет кипеть, будет перегреваться двигатель. Отличие гонок класса формулы в том, что главное в них – это мастерство пилота. В гонках участвуют машины, практически равные по техническим возможностям. Поэтому успех во многом зависит от умения и удачливости гонщика. Ну, в общем, я сел за руль и почувствовал, что меня понесло. И в этот момент меня понесло. Перепады высот, закрученные повороты и все остальные прелести пустынной трассы таят в себе скрытую угрозу для начинающего гонщика. Но Андрей Губин не отступает перед трудностями и рискует разогнаться до 170 км в час. Кажется, что он начинает обходить своего инструктора. Управление гоночным автомобилем – это всегда езда на грани. Каждый, кто садится за руль гоночного автомобиля, стремится выиграть гонку. Поэтому вопрос в том, что кто сможет подойти как можно ближе к грани, а кто-то, может быть, за эту грань заступит. Инструкторы всегда предупреждают учеников о том, что излишняя уверенность в своих силах приводит к ошибкам. Андрей Губин лишь на доли секунды утрачивает контроль над болидом. Еще секунда, и Андрей Губин вынесло бы с трассы на бетонную плиту. Когда я ехал сзади, я уже видел, что его сейчас развернет. Он еще сам этого не понял. Я уже знал, что сейчас его развернет. Управление гоночным болидом – серьезная физическая и психологическая нагрузка. Два часа испытания гоночной трассы – хороший повод проверить собственные силы. А после первых ошибок, наконец-то, приходит долгожданный опыт. Такая дорога на взлет уходит просто туда вот, на взлет. Отсюда так это все видится. Ну, сейчас сказали, спокойно поездить, не выпендриваясь вообще ни капельки. Андрей Губин и его инструктор Альберт Наполов вновь на линии старта. Теперь Андрей уже может посоперничать со своим учителем. Со стороны кажется, что их болиды идут на равных. В один из самых напряженных моментов гонки машину Андрея Губина снова заносит на повороте. И опытный инструктор оказывается впереди. Если делаешь движение, малейшее неправильное движение, то тебя крутит, там, выносит. Если делаешь сильно неправильное движение, можешь в стеночку улететь, например. Проблема возникла, скорее всего, из-за того, что машина долгое время здесь стояла. А климат немножко совершенно другой, влажность большая. Возможно, с тормозной жидкостью проблема возникла. Если бы по результату сегодняшней гонки определялись победители, Андрей Губин занял бы первое место по количеству разворотов на трассе и получил дополнительные баллы за смелость и проявленный артистизм. Но в любом случае он стал первым россиянином, покорившим дубайский автодром на российском болиде класса «Формулы». С количеством кругов становится холоднее, а эмоции не убавляются. Но комминс, но комминс. Нет слов. Честное слово, я могу это назвать только аферой. Вот так за один день ознакомиться с автомобилем, научиться им управлять, потом сесть за руль гоночного автомобиля, проехать по гоночному треку, это, знаете, очень серьезно изменило мое отношение к Андрею Губину. Я думаю, не только как человек, но, наверное, как и к исполнителю. Андрей Губин и команда «Русского экстрима» заканчивают свое дубайское путешествие. А зрители программы ожидают новые увлекательные маршруты в компании известных певцов, актеров и телеведущих. «Русский экстрима»! «Русский экстрима-клайд!» «А раз, надо сейчас поговорить вообще-то?» «Пилот, непонятный пилот». «Ну да, непонятный, а что поделаешь?» «Только в полетах растет человек». Скажи честно, вот там в Болизе формулы Русь. На скорости 250 км в час. Страх был по-честному только. Было страшновато, да, потому что машина, оказывается, это легкая, она не Мерседес-Бенц такой, как бы ты едешь. Ее ветром сносит, то есть уже на 160 начинает болтать. И это довольно-таки необычное ощущение. Было страшновато, я даже не ожидал, что будет страшно, потому что я люблю ездить быстро. А здесь что-то так прижало чуть-чуть. Потом оказывается, что страшно-то было не мне, а страшно было техникам. Они там все время переживали, что я машину разобью. Поэтому, когда я доехал, таки до точки очень были счастливы. «Русский экстрим» — ну, хороший канал, по-моему, правда, интересно смотреть. Ну и развивает чувство смелости. А смелость каждому человеку, мне кажется, не мешает. Вот я лично готов поплавать на лодочке. Где-нибудь по горам между скал. Серьезно, очень люблю. Вот с детства. Ну, как любителю воды мы тебе сейчас подарим кое-что, что тебе наверняка пригодится. Андрей, вот там вот два сертификата. Один — на школу аквабайка в Старгино. Это вот типа лодочки, как ты просил. Вот. А второй — дайвинг-клуб «Скуба-класс» на погружение с аквалангом. Большое спасибо. Коротко и ясно. Большое спасибо, Андрей Губин. Аплодисменты ваши. Говорят, что русские долго запрягают, но быстро ездят. То есть «Экстрим» у нас в крови. Это действительно так. Русские люди, мне кажется, всегда отличались тем, что могли принимать какие-то глобальные решения, резкие повороты, судьбоносные какие-то делать вещи. И канал «Русский экстрим», по-моему, помогает нам не забывать об этом. Видеть самих себя в другом ракурсе, что мы что-то еще можем, что мы, в общем, способны на какие-то поступки мужские, например.